В некоторых топливных системах используются топливные фильтры грубой и тонкой очистки, в то время как в других системах применяется только один фильтр. В других системах необходимо использовать топливный фильтр, а также дополнительный фильтр-водоотделитель для топлива. Фильтры грубой очистки, как правило, имеют более открытый фильтрующий элемент, создающий меньшее сопротивление. Эти фильтры рассчитаны на улавливание более крупных частиц и более высокий расход топлива. Основная задача фильтра грубой очистки заключается в защите топливного насоса от загрязняющих веществ. По этой причине данный фильтр обычно устанавливается до топливного насоса или на вакуумной стороне. Фильтры тонкой очистки, имеющие менее проницаемые фильтрующие элементы, чем фильтры грубой очистки, предназначены для улавливания более мелких загрязняющих частиц, которые часто повреждают наконечники форсунок и впрыскивающий насос. При использовании фильтра тонкой очистки он размещается после топливного насоса или на стороне нагнетания. При использовании только одного фильтра, как правило, фильтр размещается на вакуумной стороне впрыскивающего насоса. Изготовители некоторых двигателей предусматривают использование водоотделителей для топлива, которые для многих систем представляют собой дополнительное оборудование и выполняют те же функции, что и топливные фильтры грубой и тонкой очистки. В дополнении к удалению загрязняющих веществ водоотделители для топлива применяются для удаления воды из топлива. Водоотделители для топлива могут использоваться либо как отдельный фильтр, либо в качестве фильтра грубой очистки, наряду с фильтром тонкой очистки. Водоотделители для топлива DAL компании Baldwin обеспечивают дополнительный уровень защиты в тех областях применения, где требуется удаление значительного количества воды. В этих устройствах применяется трехступенчатая технология удаления воды из загрязняющих веществ. Когда топливо попадает в водоотделитель DAL, оно распыляется при помощи снижающего давления конуса. Когда топливо выходит из конуса, из него удаляется приблизительно 80% воды и крупных загрязняющих частиц. Затем топливо поднимается, вызывая осаждение капель воды на конусе и отражательных перегородках. Эти капли, которые тяжелее, чем само топливо, опускаются на дно емкости. Затем вода и загрязняющие вещества могут удаляться через спускной клапан. После этого топливо проходит через фильтр, в котором дополнительно удаляются загрязняющие частицы меньшего размера. Для того, чтобы лучше понять принципы работы топливного фильтра, а также водоотделителя для топлива, рассмотрим компоненты типичного водоотделителя для топлива, предназначенного для эксплуатации в тяжелом режиме. К числу основных компонентов относятся основание в сборе, нижняя заглушка, центральная трубка, фильтрующий элемент, верхняя заглушка, пружина сжатия, самовентилирующийся спускной клапан и корпус. В некоторых водоотделителях для топлива предусмотрено отверстие для датчика воды, позволяющее использовать электронный датчик присутствия воды в топливе. Топливо входит здесь, очищается в фильтрующем элементе, проходит через центральную трубку и поступает в двигатель. В водоотделителях для топлива вода, которая накапливается во время этого процесса, сливается путем поворота спускного клапана. Для обеспечения качественной фильтрации топлива компания Baldwin использует методы проведения испытаний, соответствующие отраслевому стандарту, которые позволяют определять эффективность удаления загрязняющих веществ, грязеемкость, позволяющую хранить удаляемые загрязняющие вещества, расход или возможность прохождения жидкости через фильтр. Использование этих отраслевых стандартов способствует обеспечению качественной фильтрации топлива. Различные применяемые методы проведения испытаний Включают в себя испытания по нормам SAEJ-905 на определение ресурса и эффективности SAEJ-1985 на эффективность фильтрации за один проход SAEJ-1488 на удаление воды И ISO-19438 на эффективность удаления частиц разного размера При сравнении аналогичных изделий разных производителей фильтров рекомендуем вам запросить сравнительные данные испытаний При выборе топливного фильтра следует учитывать соотношение его эффективности и грязеемкости Более эффективные фильтры часто имеют меньшую грязеемкость, поскольку фильтрующий элемент оказывает большое сопротивление потоку Срок службы топливного фильтра сокращается, так как он улавливает загрязняющие частицы меньшего размера Фильтры большей грязеемкости часто обладают меньшей эффективностью, поскольку фильтрующий элемент оказывает меньшее сопротивление потоку При этом срок службы топливного фильтра будет более продолжительным, поскольку он позволяет загрязняющим частицам меньшего размера проходить через фильтрующий элемент В обеих ситуациях становится ясно, что желательно добиться оптимального баланса между эффективностью и грязеемкостью Продолжение следует...